Время новостей на нашем канале. В студии работает Алмаз и Шим. Здравствуйте. В Казахстане запустят онлайн продажу угля. Соответствующее поручение дал Алихан Смаилов на совещании в правительстве. По мнению премьер-министра, данный подход позволит снизить очереди в местах продажи твердого топлива. Пилотный проект уже стартовал в Костанайской области. В ближайшее время заказать уголь через популярные маркетплейсы и банковские приложения смогут также остальные регионы. Глава Кабмина также распорядился держать на особом контроле его поставку и распределение. Агентство по защите конкуренции пресекать факты, не допускать необоснованного роста розничных цен. Поэтому уже вступил запрет на вывоз твердого топлива из Казахстана автотранспортом сроком на полгода. В целом, по информации Министерства индустрии и инфраструктурного развития КРБ Коскимбаева, за январь-август текущего года в стране добыли почти 74 миллиона тонн угля. Школы на 800 тысяч мест построят в Казахстане ближайшие два года. До конца октября определят земли, где в следующем году возведут более 140 школ, ускорят также цифровизацию учебного процесса. Профильному ведомству глава Кабмина поручил обеспечить качественным скоростным интернетом все школы страны. Акиматам регионов нужно решить вопрос с обеспечением учащихся планшетами. Алихан Смейлов указал на необходимость отработать совместно с Фондом Казахстана Хаукна возможность приобретения гаджетов для детей из сельских школ. А наш эфир продолжит брифинг службы центральных коммуникаций по вопросам льготного кредитования в рамках концепции жилищно-коммунальной инфраструктуры. Маржан, вам слово. Орынбасары Ақабдол Бауыржан Жәлелолы. Отбасы Банк акционерлік қоғамының төрағасы Ибрагимова Лазад Ерканғызы. Және Отбасы Банк акционерлік қоғамының орталық филиалының директорі Матай Жан Султан Орынбекулы. Құрметті спекерлер, алаңымызға қош келдіңіздер, Бауыржан Мұрда, сөз түсігін өзіңіздер, Мархамад. Ольген Архамед. Құрметті брифингке қатысушылар. Бұл қсат болса, үзің индустрия және инфрақұрылым министерлігінің бұл тақырып салғатқан жұмыстарына та кетсек. Өзеріңіз білетінде тұрғының мәселелерін шешу бойынша мемлекетті қолдау тұрғының заңнамасының талаптарына сәйкес кезектегі толғалар бақытталған. Бүгінгі таңда еліміз бойынша 621 мүмін астам кезекте тұрғандыр тұр. Оның ішінде 402 мүмін әлі өметтік осал жағдайдағы адамдыр. Олардың ішінде қолдау шаралары шенберінде ең осал және тұрғының мәселелерін шешуге аса мұқтаж азаматтардың түрт басым санаттарымен айқындалды. Бірніші көп балал ұтпасылар, олар 91 мүмін әзамат құрайды. Екінші бірніші және екінші топтағы мүгідектер бар адамдыр, 51 мүмін әзаматтыр. Үшінші мүгідек балалары бар ұтпасылар, 24 мүмін әзамат түртінші жетін балалар, 61 мүмін әзаматтыр. Бейбіл мемлекет башысының тапсырмасы ойынша, олардың тұрғының проблемларын жедел шешу үшін, жеке тұрғының қорынан тұрғының жалға қалу үшін тұрғының төлемберін еңізілген. Сонымен қатар, мемлекет башысының тапсырмасы ойынша, тұрғының коммуналдық инфрақұрымдық дамытуыдың 26 жылға қабылданған тұрғының дамасы шенберінде бір тұтас тұрғының бағдарламасын, әзірліу бойынша, женгілдетті кредитте бағдарламаның шарттарын тұржымдамалық түрде өзгетілді. Біріншіден, женгілдетілген несиелер бағдарламасы бойынша, жергіліп татқару шорғындар салған әлуметтік кредиттік тұрғының үйді ғана сатып алуға болады. Екіншіден, қарыздың ең жоғары сонымасы бойынша, шектеулер алынып тасталды. Екіншіден, несие сонымасын сатылатын тұрғының нақтауданы бойынша айқындалатын болады. Бұл өретті әлуметтік тұрғының саласының артыру масатында, 166 және 240 мүм тенге диапазонынан қазіргі таңдай 180-290 мүм тенгеге дейін құрылыстық қаржыландыру және бір шаршы метрдің іске асырудан баға параметрлері қаралды. Түшіншіден, кірісті растау бойынша шектеу-шектеулер алынып тасталды. Бірақ қатысушы төлем қабілеттілгін растауға міндетті. Бұл сатып алушының тұрғының есеені қызметті көрсету мүмкіндігін қантамасы етеді. Түріншіден, банк практикасы бойынша және ортақ мүліктік жауап кешілігі масатында қарз алушының бастапқы жарынаны еңгізуге сақталады. Бүгінгі таңда бұл шекті барлық қатысушылар үшін 10%-ді мөлшерді қарастырған. Бесіншіден, жүргізілген талдауды ескере отырып, және отбасы институт сақтау және ынталандыру мақсатында бақытты отбасы бағдарламасы қатысушыларды. Толығы емес отбасы санатты алынып тасталды. Сонымен ғатар, басым санаттар бойынша біріңғай тәсіл қағидаттарын ескере отырып, жетін балалар, бірінші және екінші тұқтағы мүгедіктір барадан бір еңгізілді. Жүргізілген мониторинг бақытты отбасы бағдарламасы үске қосылған сәттен бастап, әкімдіктерді толығы емес отбасы санаты бойынша кезекте тұрғандар саны 72%-ға немесе 61 мүмін бүтін 6 мүмін адамға артықанын көрсетеді. Бұл ретте әлі өметтік осал тұқтардың арасында толығы емес отбасылардың шыққан кезекте тұрғандарының үлесі 36%, ал жалып саны 23,8% құрайды. Бұл басқа кезекте тұрғандардың тен емес жағдайын тудыратын. Населен бақытты отбасы бағдарламасы бойынша өтіншітердің 50%-дан астамы осы санаттан келіп түсті. Оның 35%-ы женгілдетілген қарыздарды алды. Сонымен қатар, статистика директері бойынша 2019 жылы ажырасулардың ең көп саны тіркелді – 59,796. Бұл 2019 жылығы көрсеткіштен 9 бүтін 1%-ға жоғары, және 2020 жылығы ажырасулардың 20%-ға төмен. Бұл репте 25 аралығы мен 39 жасы аралығындағы топтардың 59%-ын өсірді. Айту кетігерек, еңбек министрлігін директі отбасының цифрлық портрет түшен берінде кезекті тұрғындардың тек 56,5%-ы немесе 83,1 тұрғының заңнамасының талаптарына сәйкес. Отбасы мүшесіне үш бүтін бір ең төменгі күнгөріс денгейіне денгі табысты болуы растайды. Жалп қазаматтардың және басқа кезекте тұрғандардың осы санатты үшін кредиттік тұрғыны сатып алуға 5%-қарыс қол жетімді болады. Күшті өңірлер елді дамытудың драйвері ұлттық жоғасының шең берінде 2025 жылдың соңына дейін барлыға 46,000 женгі ділетілген қарыс, оның ішінде 2%-бен 28,1 мұң қарыс және 5%-бен 18,2 мұң қарыс беру жұс боланылды. Сонымен қатар, Министерлік Қазақстандық тұрғыны компаниясы мен арқылы сатып алу құқығымен жалға берілетін тұрғыны тетегін еңізуді пысықтауда. Кезекте тұрғандардың қалау бойынша таңдау құқығы беру ұсынлады. Ол сатып алу мен жалға алу көшу, сатып алуысыз жалға берілетін тұрғыны үйде қалуға. Бүгінде әкімдіктермен балансында сатып алуысыз 36 мүм пәтер бар. Тұрғының үйді күтіп ұстау және жөндеу бойынша барлық шығыстарды тұрғыны толық амортизацияландырғанға дейін жергілікті бюджет көтереді. Сонымен қатар, қаластандық тұрғының үй компаниясы ақсанердің қоғамның балансында 23 мүм пәтер сатып алуатын жалға берілетін тұрғының үй қоры бар. Желі татқарушы орғандарының жалға берілетін тұрғының үйді қазақстандық жүрешіне компания ақсанердің қоғамның балансында беру ұсынылады. Үйткені компания 2014 жылдан бастап, осы тетік бойынша барлық қажетті инфрақұлымен жұмыс тәжіребесі е. Сатып алуымен жалға берілетін кезекте тұрғындар үшін бастапқы жарынаны еңізбей сатып алу ұсынылады. Осылайша кезекте тұрғындар жалдау төлемдерін толық төлегеннен кейін тұрғының жағдайларын нашарлатпай тұрғының үйесі болудың нақты мүмкіндігі алады. Тұрғының жеке құрылыс салушылардың өмір сүрудің қолайлы жағдайларының қазіргі заманғы үлшімдеріне сәйкес, келетін нарықтың бағамен сатып алынадың болады. Құрытындылай келе, тұрғының саясатының негізгі мақсаты аз қамтылған топтарға ерекше назар аударуды отырып, тауысы әртүрлі азаматтар үшін тұрғының үйдің қолжетілімділігін артыру, әлеуметтік тұрғының үйді берудің ақшықтығын қантамас ету болып табылатын атап еткен келеді. Назарлаңызға рахмет. Орындыңыз қарқа үйді деп, тұрғын үйді Сейчас действуют две льготные ипотечные программы. Первая это 7-20-25, в ней участвуют все коммерческие банки второго уровня, но не участвуют от Басыбанка. Основное отличие это то, что у человека не должно быть жилья в день подачи заявки. То есть могут быть молодые семьи, которые живут в однокомнатной квартире, продадут и на другой день, уже когда права собственности нету, они могут подать новую заявку и купить себе двухкомнатную по 7-20-25. Программа пользуется большим спросом, в ней участвует большое количество коммерческих банков, Банк Центр Кредит, Халык Банк, Сбербанк, Freedom Finance и достаточно большое количество заявок поступает. И там можно покупать только готовое жилье с правоустанавливающими документами у частного застройщика. Это больше программа, которая обеспечивает жильем средний класс казахстанского общества. Вторая программа это Нурлежер, теперь вот сейчас с принятием концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры. Внутри нее есть два больших проекта. Первый это Бахтеотбасы и второй Шанрак. Основное отличие от 7-20-25 – это то, что участвуют только те люди, которые встали в очередь. Значит, они в течение последних пяти лет вообще не имели жилья. Кроме этого, у них доходы ниже среднего уровня. По социально уязвимым слоям населения доход должен быть 3,1 прожиточного минимума. То есть там более сложная процедура прохождения, нужно встать в очередь, ЕКИЗЕКТ, подав заявку на портале ЕГОВ. И уже сегодня у нас 621 тысяча человек стоят в такой очереди. И там в рамках этой программы мы делаем два инструмента. Первый это Бахтеотбасы 2-10-20. Три года нам бюджет выделял по 50 миллиардов тенге. 5 тысяч семей – это многодетные семьи, семьи, воспитывающие детей инвалидов, и неполные семьи участвовали. По результатам трехлетнего выдачи займов мы сделали многосторонний анализ и увидели, что такая категория, как неполные семьи, последние четыре года растет с наибольшими темпами. В Казахстане, к сожалению, несмотря на развитие всяких всевозможных семейных ценностей, в 2017 году было 54 626 разводов. В 2018 году их количество увеличилось до 54 797. В 2019 году на 5 тысяч и достигло уже 59 796. В ковидный период, когда подача заявления на развод была более сложной, сократилось до 48 тысяч, а в 2021 году опять стало расти, уже стало 48 239. Одной из причин, мы считаем, что вот таких, может быть, частично эффективных разводов является то, что люди хотят попасть в очередь. И для того, чтобы, если по другим категориям, например, инвалиды первой, второй группы, семьи, воспитывающие детей инвалидов, самым страшным является вот сама инвалидность, то по направлению неполная семья достаточно свидетельства о разводе. Поэтому 23 сентября в рамках постановления правительства было поддержано предложение неполную семью, так как это люди, которые воспитывают детей, но при этом работают, их дети здоровы, они будут получать по программе ПШАНРАК 5-10-20. Разница только в ставке вознаграждения, но на уровне каждой семьи разница, наверное, будет примерно 30 тысяч тенге. Если займ 15 миллионов тенге и по бакатодбасы первые 8 лет у нас семья платит 80 623 тенге, это платеж ежемесячный, а потом, когда накопили 50% платеж падает до 63 344 тенге, то в рамках ШАНРАКа точно такую же квартиру, которую построил Акимат, по тем же льготным ценам, та же неполная семья приобретет, но платеж будет чуть больше, 116 500 первые 8 лет, и потом она снизится до 73 983 тенге. Сейчас есть в социальных сетях обращения неполных семей, сегодня я встречалась в Можелесе в общественной приемной с группой, и мы объясняем, что в первую очередь приоритет государства – это все-таки обеспечение людей с ограниченными возможностями. То есть само название мы применяем в мировой практике, слово «инвалид» очень редко мы говорим «человек с ограниченными возможностями». То есть границу проложил между нами и Всевышний, это люди, которые имеют такого рода тяжелые заболевания, что фактически не могут работать. Поэтому если в неполной семье ребенок здоров, и да, чаще всего мать воспитывает одна, но у нее есть родственники, есть возможность дополнительного дохода, заработка, то в семьях воспитывающих детей инвалидов таких возможностей нет. Более двух лет активно я работаю с общественным фондом Бахтышанра, вот Аго Султанова его возглавляет в городе Астане. Мы постоянно встречаемся и видим, что у 99% таких семей воспитывает либо один отец, либо одна мать. Кроме этого, они очень сильно зажаты с точки зрения доходов, потому что им нужно постоянно ухаживать за этим ребенком. У них фактически нет возможности увеличения своего дохода, даже если есть желание. Эти семьи постоянно 24 на 7 находятся рядом с таким ребенком, тратят очень много денег на различного вида лекарства. И последние два года в программе Бахтыот Басы мы сделали акцент именно на эти семьи. Например, в прошлом году 2284 семьи получили одобрение, и в этом году еще 2500 семей уже тоже получили на прошлой неделе одобрение. В личном кабинете портала от Басы Банки ЗЭТ им пришло объявление, что их одобрили. Поэтому основное отличие теперь только в процентной ставке вместо Бахтыот Басы неполные семьи будут участвовать в программе Шанрак. Что касается остальных, ну... Это был брифинг службы центральной коммуникации по вопросам льготного кредитования в рамках концепции жилищно-коммунальной инфраструктуры. Мы продолжим знакомить вас с новостями. Итак, новость о том, что нефть подорожала на 3%. Такой рост произошел перед заседанием ОПЕК. Встреча странных спортеров пройдет в Вене уже 5 октября. Альянс обсудит сокращение добычи топлива более чем на 1 миллион баррелей в сутки. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на делегатов заседания. Мера по сокращению добычи нефти направлена на стабилизацию цен на горючее из-за опасения рецессии и замедления роста крупнейших экономик мира. Напомню, в результате вооруженного конфликта между Россией и Украиной стоимость Brent опустилась до 85 долларов за баррель, в то время как до 24 февраля цена превышала 125 долларов. В эту среду заседание ОПЕК пройдет в очной форме впервые с начала пандемии. Британский премьер-министр Лиз Трасс может отложить голосование по вопросу о снижении налогов. Об этом сообщает издание «Телеграф». Речь в том числе об отмене 45-процентной верхней налоговой ставки для самых высоких доходов. Напомню, такие меры предложил Минфин Соединенного Королевства с целью поддержать экономику страны. Там считают, большие платежи наносят ущерб конкурентоспособности британской экономики, ухудшают стимулы для создания новых предприятий. Ранее Банк Англии спрогнозировал, что экономика страны уже вступила в техническую рецессию из-за снижения ВВП два квартала подряд. В Иране продолжаются протесты из-за смерти Махсы Амини. Напомню, акции начались 16 сентября, в день похорон 22-летней Амини. Девушку арестовала полиция нравов Тегерана из-за якобы нарушения правил ношения хиджаба. Власти утверждают, что Амини скончалась от сердечного приступа. Близкие считают, что она умерла от побоев в участке. В знак солидарности с Амини протестующие сжигают хиджабы, обрезают волосы. С начала демонстрации в стране задержали более 1200 человек. По данным правозащитников, среди арестованных немало студентов и журналистов. ГосСМИ сообщили, что во время беспорядков погиб как минимум 41 человек, включая сотрудников службы безопасности. Эту демонстрацию, кстати, поддержали за рубежом. За пределами Ирана тысячи протестующих также устроили акции в ряде европейских стран. И также в Канаде, Ливане, Турции, Японии, в других регионах. В первых рядах иранцы, проживающие за рубежом и возмущенные происходящим на родине. Поликлиники в крупных городах страны все чаще отказывают казахстанцам в прикреплении. Дело в том, что медорганизации буквально переполнены. Их ресурсы не позволяют брать новых пациентов. В итоге у населения выбор ограничен только учреждениями системы свободного прикрепления. Но и тут есть сложности. К примеру, только в столице таких всего 38. И они также не могут охватить всех желающих. Подробности в нашем сюжете. Алматинец Аделю Нербаев не так давно с семьей переехал в другой район города. Заодно решил сменить и поликлинику, чтобы получать медуслуги в шаговой доступности. Однако перевестись или, как говорят врачи, перекрепиться из одной организации в другую так и не получилось. Какие документы нужны? Они говорят, вот список документов, свидетельство о рождении, удостоверении и так далее. Я говорю, ну вот у меня на ИГОВе все есть, давайте я вам скину, вы нас там прикрепите, как положено. А не, не, так нельзя. Я говорю, а в чем проблема? Ну нужно, чтобы вы пошли, распечатали это нам, заверили у нотариуса, что это оригинал. Почему обычную процедуру в некоторых медучреждениях превращают в квест, непонятно. Специалисты говорят, чтобы прикрепиться, не обязательно приходить в поликлинику. Это сейчас делается удаленно. Нужен лишь интернет и электронная цифровая подпись. При помощи электронно-цифровой подписи пациент подает заявку через здравоохранение. Далее выбираем прикрепление в медорганизацию, оказывающую первичную медико-санитарную помощь. Далее заполняется заявление и подписывается. В дальнейшем в личном кабинете статус заявки может пациент контролировать. Желающих прикрепиться к удобной поликлинике становится все больше, поэтому иногда казахстанцам отказывают по причине переполненности. Депутаты считают, эта проблема остро ощущается в крупных городах, таких как Алматы и Астана. Сейчас нагрузка на домоврача, вот, 1700 человек. Мы идем к идеалу полторы тысячи, говорим, что надо уменьшить. В среднем где-то было две с чем-то, но когда идет такая волна прикреплений, и все хотят, допустим, в очень хорошую поликлинику, надо понимать, поликлиника, для примера, рассчитана на 500 посещений в день, она физически по площадям больше не примет. В стране ежегодно осенью проводится кампания по прикреплению. В год поменять организацию можно лишь раз. Обычно поводом бывают смена проживания, работы или учебы, а также выезд за пределы города. Но важно знать, что лечиться в новой больнице человек сможет только со следующего года. Вот с 15 сентября по 15 ноября они ушли в другую поликлинику, услуги будут получать с нового года. Еще бы я хотела просто напомнить, что когда пациент, ну, жители перекрепляются не там, где они живут, а в другое место, то участковый врач, он не будет вот так вот приходить на вызовы. По словам депутатов, сейчас крупные города застраиваются активно. Вместе с тем, миграция казахстанцев из регионов и аулов не прекращается. Решить проблему с нехваткой мест в больницах можно, но для этого необходимо еще на стадии проектирования будущих жилых комплексов учитывать и социообъекты. Азиза Закумбаева, Артур Горшников, Аршен Кемельжан, Хабар 24. В Павлодаре открыли спортивный зал для людей с особыми потребностями. Причем тренировки для них проводят совершенно бесплатно. Проект реализуется как социальный. Автор идеи Багберген Хавамуш когда-то на службе в армии получил серьезные травмы, которые впоследствии привели к инвалидности. Его поддержали спонсоры, а с помощью господдержки он выиграл грант в размере 5 миллионов тенге. Багберген приобрел тренажеры, спортинвентарь и сейчас тренировки посещают около 10 человек. Есть среди них также дети. Я сам перенес в жизни лишения и трудностей, поэтому очень хочу помогать людям. Моя цель не заработать на этом деле. Главное, чтобы людям была от этого польза. Казахстанские спортсмены завоевали 9 медалей на четвертых всемирных играх кочевников. По итогам соревнований у нацборной 3 золота, 4 серебра и 2 бронзы. Больше всего наград в копилку нашей команды принесли борцы Хазаш Акурес. Так, обладателем первой медали высшей пробы стал Марат Нагматуллаев. Всего 2 минуты понадобилось ему, чтобы одолеть монгольского борца. Не было равных также Зарине Сариповой. Она стала лучше весовой категории до 65 килограммов. На одну ступень ниже расположился Еламан Хойшбаев, Рауза Нурмахамедова. Бронзовыми призерами стали Махсат Иссагабылов и Мольдер Азамат. Что касается других видов спорта, немного не хватило Асамхану Ханату. В финале по традиционной стрельбе из лука с разницей всего в 2 очка казахстанец вступил хозяину соревнований Огус Окши. Еще одно серебро завоевал Яралхан Айкос по Жамбату. Но, пожалуй, важнейшим событием для Казахстана стал успех кокпаристов. В заключительной стадии турнира наши спортсмены смогли переиграть своих принципиальных и очень сильных соперников из Кыргызстана с небольшим преимуществом. 4-3. Министр культуры и спорта Даурен Абаев на своей странице в Facebook отметил достижения наших спортсменов и поздравил их. Тем временем в нашей столице стартовал долгожданный престижный теннисный турнир Astana Open ATP 500. На соревнования столь высокого уровня съехались самые прославленные теннисисты. Квалификационные раунды уже завершены. В них спортсмены определили, кто выйдет в основную сетку турнира, которая стартует уже сегодня с минуты на минуту. И мой коллега Алишер Нагитор сейчас наблюдается отходом турнира. Он на прямой связи. Алишер, приветствую. Как проходит одно из главных спортивных событий? Добрый день, Алмаз. Мы сейчас находимся в национальном теннисном центре, где стартовал один из самых престижных теннисных турниров мира Astana Open ATP 500. Список участников впечатляет. Алькарас, Музбеки, Фетсипас, Рублев, Синер, Джокович. Это далеко не весь список топовых теннисистов мира, за которыми в ближайшую неделю будут наблюдать гости и жители столицы. К сожалению, да, правила на этом турнире очень жесткие. Во время матча, которые, к слову, уже начались, нельзя громко шуметь. Поэтому мы вынуждены отойти ненамного, чтобы не мешать игрокам настраиваться на игру. Вообще, в целом, хотел бы сказать, чтобы было понятно, даже не посвященным в теннисную тусовку, это равносильно, если бы к нам приехал португалец Кришчану Роналду, аргентинец Лионель Месси, француз Кильян Мбаппе или же норвежец Эрлинг Холланд. Впервые Astana принимала эти соревнования в 2020-м, в год пандемии. Свой первый титул здесь завоевал австралиец Джон Нилман. Год назад также первую победу в туре одержал корейский теннисист Конвус Вон. Трибуны почти заполнены. Предлагаю послушать мнение болельщиков. Мы приехали с детьми. У меня оба сына теннисиста. Мы с Лисаковской области. Младший сын участвует в фестивале оранжевого мяча. И заодно мы пришли посмотреть на мировых звезд, конечно. В первую очередь за эмоциями, потому что когда ты видишь это вживую, это такой, как сказать, энергия прям появляется, в общем-то. Вот за этим как бы пришел. Мне этот спорт нравится. Смотреть на него очень сильно так заряжает эмоциями. В первый день квалификации состоялась жеребьевка основной сетки. И по ее итогам в первом туре сыграет казахстанец Бейбут Жукаев, Александр Бублик и Михаил Кукушкин. Призовой фонд турнира составляет более 2 миллионов долларов. Хотелось бы отметить, что посмотреть за ходом игр смогут и телезрители телеканала Хабар и Елиарна. Ну и в завершение, да, хотелось бы сказать, что неделю большого тенниса в столице можно считать открытой. Спасибо. Алишер Нагипов был с нами на прямой связи. Мы на этом закончим, но немного позже вернемся. До скорых.